Дмитрий Ефремов, эксперт Украинской ассоциации Китай-Ведов. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы знаете, сейчас перечитываю я свежую статью на канале CNN, где вот опять же из нашего сюжета было слышно, как взаимными комплиментами обменялись они при встрече. Си назвал Путина своим дорогим другом, и удивительно, что он похвалил своего российского коллегу, заявил, что развитие страны значительно улучшилось, то есть имеется в виду Россия. Это, наверное, после всех санкций, введенных, и вот в твоей экономической ситуации, видится со стороны Китая именно так. Ну, а Путин, в свою очередь, заявил о том, что знает про китайский принцип справедливости и приверженности с наполагающим положением международного права. Ну, что, в принципе, как бы сам Россия никогда не придерживалась на протяжении последних лет. Ну, и самое главное, вот я просто собираю яркие вот такие вот цитаты, потому что они действительно, ну, либо выглядят как откровенный стёб, извините, что это, может быть, не совсем телевизионное слово, либо вы сейчас объясните, к чему это ведёт между строк в дипломатическом языке. Путин заявил, что в отличие от некоторых стран, претендующих на свою гегемонию, но при этом вносящих разлад в глобальную гармонию, Россия и Китай в прямом и переносном смысле строят мосты. Так давайте же разбираться, что же там улучшилось, углубилось, и это мост в одну сторону, из Китая в Россию, или Россия надеется, что какой-то маленький понтонный мостик она тоже может получить, и вопрос, куда? Вы знаете, самая большая фраза, которая вызвала самую мощную экзальтацию у всех, кто наблюдает за этим, это было, когда Си Цзиньпин промотировал Путина на новый президентский срок в России по выборам 2024 года. То есть он сказал, что я знаю, у вас там приближаются выборы, и я думаю, что российский народ окажет вам необходимое доверие. И это очень всех переполошило, то есть все это интерпретирует как раз в том контексте, что уже Китай определяет, кому быть дальше президентом в России и какие-то свои рекомендации выносит. Для Китая очень важно дистанцироваться от некого внутреннего вмешательства во внутренние дела другой страны. И тут как раз вот этот кейс, когда он эти слова говорит, это какое-то контрфактуальное вообще явление. Тут еще, вы знаете, выступали различные эксперты разного совершенно уровня дипломатии. Вот американский дипломат Энтони Блинкин заявил, что визит продемонстрировал намерение Китая обеспечить дипломатическое прикрытие предполагаемых зверств России в Украине, потому что поехал как раз после того, как ему, Путину, выдали ордер на арест в определенном количестве стран. На самом деле, действительно ли это можно использовать как дипломатическое прикрытие, или нужно смотреть гораздо глубже, что речь идет и о возможности в обход санкции в военной какой-то помощи? Либо действительно Китай, видя слабость России, российской верхушки, сейчас выбивает себе максимальные преференции, прикрываясь красивыми китайскими выражениями? Давайте надеяться, что это будет то, что вы озвучили в начале, то есть это дипломатическое прикрытие, не более того. Ведь Китай осуществлял, по сути, в течение года уже вот это дипломатическое прикрытие, и тем или иным способом поддерживал такое безобразное протонистическое поведение Российской Федерации на международной арене. То есть всегда находил для него какие-то извинения, объяснения, оправдания, какие-то вещи, которые надо было, не замечал. Действительно, у Китая и России совпадают интересы по поводу того, чтобы пересмотреть существующий миропорядок. Раньше они двигались в этом направлении тоже, но каждый по-своему. В России был такой нигеристический подход, она пыталась все это разрушить, сломать и уничтожить, поскольку ее не воспринимали как какого-то существенного игрока. У Китая же принцип был другой, он как бы интегрировался во все вот эти институты глобального управления, но увеличивал свою долю присутствия, долю влияния, но его задача была другая, вытеснить оттуда Соединенные Штаты и другие западные страны, которые определяли вот этот вот непорядок Дэнной после развала Советского Союза. Где-то Китай преуспел, где-то нет, но сейчас после того, как Соединенные Штаты стали реализовывать открыто вот эту политику сдерживания Китая, это, естественно, сказалось и на этих глобальных институтах. И, конечно же, китайцам стало сложнее реализовать свою поездку, поэтому они ищут другие платформы, другие возможности подтвердить свое лидерство, продемонстрировать его. Зачем китайцы приехали к россиянам в Москву? Я думаю, в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть вот эту свою миролюбивость внешней политики и убедить страны третьего мира, развивающиеся страны в том, что Китай не такой, как Соединенные Штаты, он миролюбивый, он ищет возможности наладить мирные отношения, диалог, переговоры, стимулировать развитие. В общем, за все хорошее против всего плохого. Как раз сейчас демонстрировали мы кадры сегодняшнего дня. Сегодня состоялась официальная часть переговоров президента России Путина и лидера Китая Си. Итогом двухдневных разговоров стало подписание совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. А также заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года. Был подписан ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов о развитии сотрудничества в различных сферах. По итогам переговоров Путина и Си о сближении в военной сфере и поставках оружия России объявлено не было. Знаете, когда я, Дмитрий, слышу вот это вот углубление отношений всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, я вспоминаю, когда я был в Пекине, наверняка знаете, да, в запретном городе, там разные залы императорского дворца называются примерно так же пафосно. Гармония, благополучие. А что за всеми этими китайскими церемониями? Им что нужно от Путина в денежном плане? Чтобы мы не будем сейчас кто кому вассал? Меня довольно сильно раздражают последние дни вот такие синологи, которые по позам решают, как себя ведет Китай. Что им конкретно от него нужно сейчас? Ну, они уже имеют то, что от него нужно. Им, давайте так, они очень многое получили, у них очень много скидок, очень много преференций. Чего бы они хотели больше, это чтобы Россия открыла те сектора, которые она удерживает и куда она не пускала до этого китайцев. Китайцев очень интересовало бы энергетический сектор Российской Федерации, чтобы они стали участниками вот этого добычи полезных ископаемых, в первую очередь энергетических, участниками энергогенерации на территории Российской Федерации. И что очень тоже интересует китайцев, на что надо смотреть, это Арктика. Доступ к арктическому маршруту транспортировки грузов. До этого россияне всячески сдерживали доступ китайцев туда. Но понятно же, что это наиболее важный стратегический маршрут, это альтернативный путь достижения китайских товаров через южные коридоры, через северный маршрут, как ожидается, это сделать легче и быстрее. Там надо создать дополнительную инфраструктуру, улучшить качество, улучшить связь. У Китая есть для этого ресурсы, чтобы туда инвестировать это все. Но в России понимают, куда ведет сближение и тесное партнерство с Китаем. Ведет к усилению зависимости. Зависимость односторонняя, диверсифицировать ее будет практически невозможно. Поэтому они пытаются по максимуму ее сдержать и не пустить, куда можно не пустить. А у Китая будет сейчас противоположная задача. Посмотрим, что они подписывают и тогда подвергнем это анализу. Сейчас перейдем к мирному плану Си Цзиньпина и Китая. А знаете, я вчера, готовясь к обсуждению этого визита, я провел довольно много времени на русскоязычном сайте агентства Синьхуа. Государственное агентство. Всех наших зрителей отправляю. Хотя бы иногда смотрите, что там пишет официальный Пекин. Я вам, позвольте, порекомендую смотреть не туда, а на канал Украинской ассоциации китайцев. Можно к вам тоже заходить, это правда. Но вы все-таки не министерство пропаганды КПК. Мне было интересно, как официальная пропаганда китайская представляет этот визит. И надо сказать, это фантастика. Там со всех сторон. И выяснилось, что, оказывается, мама и папа Марии Захаровой, нам всем хорошо известной, официальной представительницы МИДа, великие друзья Китая, специалисты по Китаю, жили и работали в Китае. И выясняется, что эта семья так близка. Они пишут о том, что по гостелевидению России будут теперь транслировать программу крылатые выражения Си Цзиньпина. То есть такое ощущение, что они не просто какие-то конкретно энергетические, логистические цели преследуют, а в этой общей атмосфере отторжения России, когда весь мир говорит, что вы не рукопожатные, вы не такие, Китай говорит совсем другое. Китай говорит, да, мы вас понимаем, давайте дружить, углублять наши культурные связи. Вот этот психологический прием, который использует пропаганда Китая, это только прием или это действительно часть их политики по отношению к России, которая сейчас изгой для всего остального мира? Это действительно часть политики. И дело в том, что, к сожалению, мы с вами видим, поскольку мы погружены в эту русскоязычную среду, только то, что делает Китай на направлении Российской Федерации. Я вас уверяю, такие же усилия, ну или, скажем, сопоставимые с ними, Китай пытается реализовать и в странах Африки, и в некоторых странах Ближнего Востока. То есть это целенаправленная китайская политика. Там выдвинуты множество инициатив, множество слоганов. Каждый может найти для себя то, что ему нравится в китайских предложениях. То есть Китай пытается оппонировать Западу уже на уровне слоганов, на уровне идей и на уровне ценностного лидерства, то есть что предлагает Китай. Предлагает глобальную инициативу развития. Очень интересно и привлекательно для стран, которые развиваются. Предлагает глобальную инициативу по безопасности, направленную на то, чтобы никакая страна в мире не решала свои вопросы безопасности за счёт ухудшения безопасности своих соседей. Тоже очень привлекательно. Предлагает теперь новую инициативу, которая звучит как глобальная инициатива цивилизации. Что это ещё до конца непонятно, мы только начали это всё. И, скорее всего, это будут вот эти people-to-people contacts, то есть контакты между людьми, контакты между учреждениями, популяризация китайских ценностей, китайских институтов. Да, Китай укрепляет свою мягкую силу, он учится, он тренируется, в том числе и на России. Пока что до этого успехи у Китая были так себе, потому что все-таки это особая цивилизация со своими специфическими традициями, которые не всем понятны, не всем заходят. А мы с вами все и многие страны третьего мира живут как раз в постзападной цивилизации, выращены на христианской культуре, христианских ценностях, и нам пока что это сложно дается. Но такие попытки, я вас уверяю, есть и активно реализуются. Еще про попытки себя показать и занять, как пишут западные СМИ, нишу миротворца Китаем. Насколько она вообще отображает их желания теми обеспокоенностями, которые диктует Запад по поводу того, что Пекин может скрыто или открыто предоставлять летальное оружие России для того, чтобы позволить ей держать верх над Украиной, об этом пишут западные источники. Как это коррелируется с их желанием мирного плана и урегулирования, и заявлением о том, что министра иностранных дел Китая Ван Виньбиня, который снова повторил по поводу того, что американская страна должна прекратить подливать масло в огонь и раздувать пламя, а при этом играть конструктивную роль для политического решения кризиса в Украине, а не наоборот. Как себя видят эти миротворцы и каким образом видят приход к миру, скажем так, в чем их видение победы, учитывая их позиции, которые я только что перечислила? Ну, смотрите, мир — это не просто диалог с точки зрения китайцев. Диалог возможен, когда мы прекращаем огонь и садимся за стол переговоров. Естественно, нам сейчас это не нужно. Мы хотим достичь своих целей. И для нас важно, чтобы наш мирный план был положен в основу решения войны против Украины, а именно вывод российских войск. Пока этого не произойдет, естественно, мы не будем готовы обсуждать с россиянами что-то по существу. Что касается китайцев, смотрите, концепция вот этого мирный план, он очень обтекаемый. Он сформулирован так, чтобы любая страна могла его использовать как стартовую точку и сказать, да, вот мы тут видим те пункты, которые нас интересуют, нас устраивают, мы их поддерживаем. Другая страна увидит свои пункты, потом, это я передаю, как китайцы смотрят на это, потом они объединятся и сядут за стол переговоров, возможно, у них будет посредник. И в результате этих длительных переговоров они пойдут на взаимные уступки и признают какой-то новый статус-кво, либо достигнут какого-то нового соглашения. Был ли успешен Китай в таких попытках медиации? Почти не был. Был вот этот кейс с Саудовской Аравией и Ираном, но там уже была сформирована переговорная площадка до них, и просто так получилось, что обеим странам было выгодно завершить свой диалог на уровне Китая, потому что у Китая есть влияние и на Иран, и на Саудовскую Аравию. Эти две страны для Китая и в его восприятии были равносильными игроками. Поэтому там переговоры удалили, был достигнут результат. Причем давайте посмотрим, какой результат. Стороны по итоговому заявлению вернулись к тем документам и тем соглашениям, которые были подписаны между ними за 20 лет до этого. А просто потом произошла деградация отношений. Так вот, нужно ли нам возвращение к некоему статусу КО, к некоему нулевому варианту, который существовал до войны? Что это будет? Минск-2? Нет. Спасибо, нам такое не нужно. Вот, поэтому на данном этапе я не думаю, что Китай сможет быть убедительным миротворцем. И касательно вашей ремарки про оружие, это, естественно, очень опасный момент. Я очень надеюсь, что по результатам визита из российского руководства будут утечки. Мы узнаем, были ли там какие-то соглашения достигнуты касательно военного сотрудничества. Будем надеяться, что нет. Но касательно имиджа миротворца, для китайцев это очень важно. И, естественно, они не будут пытаться, если какие-то предметы необходимости поставлять для Российской Федерации, то, учитывая иранский опыт, делать это так, чтобы ни в коем случае не быть пойманными, чтобы ни в коем случае не была брошена тень на вот этот имидж миротворца и миролюбивой нации, которые они себя продвигают на международной армии. Я просто еще в дополнение хочу сказать версию, которая публикуется на портале CNBC, о том, что наихудшим сценарием для Пекина сейчас является полный провал России в этой войне. Потому что для Китая это будет очень угрожающий сценарий. Рассматривается он как прямая угроза Пекину и стабильности непосредственно коммунистической партии Китая. И в зависимости от ситуации на поле боя Китай будет действовать. Так Китаю все-таки интересно ослабленной России, с которой они могут максимум своих преференций выбить? Или все-таки Китаю неинтересно ослабленная Россия, и они будут всячески реагировать, но не так, как мы предполагаем, а вбрасывать максимум своих сил для того, чтобы не допустить ни проигрыша, ни, как многие эксперты прогнозируют, даже и возможного распада России? Из этого заявления, я думаю, важнее подчеркнуть то, что для Китая опасен крах режима Путина, а не крах Российской Федерации как таковой. Потому что там непредсказуемый сценарий. Действительно, мы не знаем, на территории каких построссийских субъектов может оказаться потом ядерное оружие, как поставить под контроль и интегрировать в международную систему отношений вот такие построссийские субъекты. Поэтому действительно этот сценарий, который мы хотели бы видеть также и на Западе, а не только в Китае. А если мы говорим про смену режима, то действительно диалог между Путиным и Россией есть. Они декларируют взаимную дружбу. И выстраивать заново какие-то долгосрочные связи и отношения при крахе режима Путина для Китая будет очень сложно и тяжело. И потенциально Китай является для России такой же угрозой, как и Соединенные Штаты. Поэтому если изменится полюс, если изменится вектор российской политики, например, со сменой режима, то Китай очень быстро окажется тем, той страной, с которой Россия также потенциально может конфликтовать, как сейчас он конфликтует с Европой и Соединенные Штаты. Вот из этого сценария Китая исходит и его пытаются не допустить. Поэтому поддержка Путина продолжается, санкции, срыв санкций, саботаж санкций продолжается. И будем наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться дальше. В конце последний вопрос. Опять же, готовясь к разговору о Китае, вообще, помимо сайта синологов, синологист.com.ua, также неплохо читать экономист сайт. Прекрасный у них анализ всегда китайских дел. И они справедливо отмечают, что после Второй мировой войны вот эти три силы, США, Китай и СССР, Россия сейчас, так или иначе конфликтовали, находились в сложных отношениях, менялись партнерства, менялись сближения и так далее. Китай был дружественный в свое время Советскому Союзу, потом потеплели отношения между Штатами и СССР. А скажите, вот вы, Дмитрий, как считаете, возможно ли когда-нибудь на нашей жизни гармоничное отношение всех трех сил? Вы знаете, я буду пытаться это представить с точки зрения Китая. Для Китая вся система этих международных отношений, все какие-то правила, они не всегда не практик, они всегда релятивны. Если в каких-то условиях возникнет ситуация, когда Китаю будет выгодно вести себя так, а не иначе, называть своих вчерашних друзей новыми врагами, а называть своих вчерашних врагов новыми друзьями, Китай так поступит и будет делать. Это вполне вписывается в его картину мира, в его представление о том, как могут быть устроены международные отношения, и ничего такого специфического в этом нет. Нам просто надо это понимать, изучать и адаптироваться к этому. Спасибо вам, что вы нам в этом помогаете. Дмитрий Ефримов, эксперт Украинской ассоциации китаеведов, был в нашем эфире. Мы обсуждали второй день визита председателя Китайской народной республики в Российскую Федерацию. Завтра будет третий день, после которого мы надеемся узнать немного больше, чем официальные формулировки.